Я разрисовываю своего дракона и продолжаю рассказывать о цвете дракона. Драконы могли быть красного, желтого, черного, белого цвета. Почему? Потому что считалось, что цвет дракона определяет то золото, из которого он сделан. И первый желтый император, когда вознесся на небо, он превратился в дракона. И с тех пор все императоры считались потомками дракона. И поэтому, собственно, и дракон — символ императорской власти. И они очень сильно разделялись по направлению, по своим министерствам. Есть дракон, который, например, живёт в небе, охраняет богов, возит их на колесницах. Есть драконы, которые охраняют под землёй сокровища поднебесные. Они занимаются драгоценными камнями, золотом. Есть драконы, которые управляют стихиями молнией, градом, дождём. И есть драконы, которые могут превращаться в людей, менять облик. Вот, может дракон превратиться в человека в любое время. Или сделать голову человека себе, а тело оставить драконим. По поводу тела дракона тоже есть официальные пропорции. Это очень важно и неоспоримо. У дракона должна быть непременно голова верблюда. У него должны быть по одной версии глаза кролика, по другой версии глаза демона. Ну, то есть глаза красного цвета, либо какие-то такие устрашающие. У него обязательно есть на голове рог, с помощью которого он летает. Вот он у меня на рисунке, я его тоже сделала. У китайских драконов нет крыльев. Они летают либо с помощью вот этого вот рога, либо с помощью волшебной жемчужины, которая располагается вот здесь вот под шеей, там где борода. У китайского дракона есть усы, вот я их формирую сейчас. И обязательно чешуя. Сзади вот таких вот 81 нарост. Чешуя карпа, уши буйвола, глаза демона, рога оленя, тело змеи, лапы тигра, когти орлиные. И вот это вот все должен в себе включить наш дракон. Поэтому мы вот его так изображаем. Кроме того, раз дракон у нас символ воды, очень неплохо было бы, чтобы ваш дракон оказался в воде. Тогда он набирает свою силу, и он будет вас охранять и защищать еще больше. Вот, поэтому я сейчас закончу с телом и начну лапы. Еще интересно, что китайцы полагали, что у настоящего императора обязательно должна быть родинка в форме дракона. Вот, и по этой родинке можно было сказать, ну это настоящий потомок дракона или так себе император. Ну, если честно, то императора вряд ли, конечно, кто-то разглядывал очень внимательно. Ну, хотя у всех легенд должны быть подтверждения в реальном мире. Вот такой вот у меня появился дракон. Он у нас красного цвета на богатство и счастье. Вот, я ему сейчас доделываю чешую. Сейчас возьму тоненькую кисточку, сделаю глаза. Я взяла изумрудный цвет. И потом, когда он чуть засохнет, добавим еще немножечко голубая. Голубая ФЦ. Белок я оставлю такой, как есть. Потом, когда высохнет, сделаем еще блячок на глазах. Вот, все. Беру большую кисть и создаю вокруг дракона водяную стихию. Сейчас она пока огненная. У меня добавим сейчас синий. Интересно, что во время рождения дракона всегда случались природные катаклизмы, так считали китайцы. И то ли было извержение вулканов, то ли это было падение метеоритов, то ли кометы, которые пролетали очень близко к земле. То есть, дракон родиться, это не так-то просто. И все знали о том, что вот в мир приходит новый дракон. И до сих пор драконы защищают буддийских монахов. Они везде есть, во всех парках считаются очень хорошим знаком. Вот наш с вами дракон готов. Я оставлю ему когти белые. Они будут контрастно смотреться. И добавлю немножечко облаков вот сюда вот вверх моей работы. Вот так. Все, кто захочет, может повторить, может присыпать это все блестками, либо украсить еще китайскими фонариками. Надо сказать, что в китайском театре теней, это национальное такое очень любимое развлечение, дракон был постоянным символом. Всего там около двух тысяч персонажей. Но дракон никогда не исчезал из театра теней. То есть, он всегда был одним из главных персонажей на сцене. И известен он еще с 600 года до нашей эры. Он встречается уже в источниках китайской истории. Все, дракон готов. Можно подписать. Всех обнимаю. Спасибо за урок. Пока.